Заместитель руководителя региональной ФНС Алексей Лощенов рассказал журналистам о том, каким образом рязанцы могут реализовать свои права на налоговые льготы. В первую очередь стоит помнить о том, что если гражданин входит в категорию, подпадающую под это право, то ему необходимо предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право на данную льготу в налоговый орган по своему выбору. Это касается освобождения льготника от уплаты налога на транспорт, на земельную собственность и на имущество физических лиц. Также эти льготные категории перечислены. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны, имеющие транспортные средства легкового кузова до 150 лошадиных сил, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, граждане, имеющие на иждивение трех и более детей до 18 лет, соответственно, ну и иные категории граждан, информацию о которых также можно получить на нашем сайте налог.ру. Тем, кто ранее представлял документы в налоговый орган, повторно обращаться за правом на налоговую льготу по одному и тому же объекту налогообложения не требуется. Также Алексей Лощенов рассказал о том, как гражданам получить информацию о своем ИНН. В свете последних событий, а именно изменений в правилах проверки формы 2 НДФЛ, которые введены в 2016 году, у налоговых агентов больше не принимаются справки, где не указан ИНН. Поэтому работодатели потребовали от работников предоставление этих цифр, по сути дела, на фоне сезонного пика заболеваемости. Такой ажиотаж ни к чему, ведь и заветные цифрыки ИНН, если у гражданина имеются, узнать можно другими способами. Первый способ – это воспользоваться интернет-сервисом «Узнай свой ИНН». Второй – если гражданин ранее зарегистрировался в интернет-сервисе ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, то при входе в сервис в правом верхнем углу отображается его ИНН. Способ третий – если налогоплательщик получал от налоговых органов уведомление об уплате имущественных налогов, то в данных документах также указаны ИНН налогоплательщика. И последний, четвертый способ – обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением о выдаче свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Также обращаю внимание, что и у работодателя, у налогового агента также имеется возможность получить сведения об ИНН работника путем обращения на официальный интернет-ресурс налоговой службы налог.ру, используя сервис «Узнай ИНН». Если же ИНН не был оформлен, вам все-таки придется написать заявление на его получение в филиале налоговой службы по своему месту регистрации. Чтобы не отстаивать очереди, можно записаться на прием онлайн на сайте налог.ру. Оформляя онлайн-запись, вы сможете выбрать подходящее для себя время и день. Вам тут же будет дан номер кабинета и окошко, где вам будут оказаны услуги.